здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 18 уроке мы продолжаем сами изучать компонент gridbox конструктор лендингов для joomla в этом уроке я хочу вам показать плагин таймер обратного отсчета давайте добавим этот один из самых популярных элементов на сайт здесь у меня его нету я добавляю плагин из так сказать магазина вот он авторизуюсь на сайте submit и плагин добавляется кликом по нему на сразу добавляется вот такой симпатичный таймер если вы проводите какую-то акцию или вы хотите как-то мотивировать ваших покупателей совершить быстрее целевое действие да не обязательно продажа может быть подписка то как раз таки таймер для этого и нужен то есть соответственно какой-то должен быть интригующий текст там успей купить или там успей доступ закроется и больше ты никогда не увидишь что-то в этом духе да это конечно шутка здесь нужно продумывать реальный текст под ту или иную нишу давайте зайдем в настройки нашего таймера и начнем потихоньку его разбирать первая опция заходим сюда ну как обычно можно выровнять лево-право центр наш таймер значит задать дату до какой даты будет тикать наш таймер вот здесь вот справа есть календарь если мы кликаем у нас выскакит вот такой вот календарь ну в принципе можно догадаться что август это август да если кто английский плохо знает вот например сейчас у нас 13 августа 2016 года не пропустите мои топовые продукты под джумла вот пускай таймеры стекают у меня 15 числа то есть осталось один день 23 часа 45 минут видно это да у нас таймер сразу начинает тикать как только мы зададим дату дальше нас настройка целевой показатель времени его эту опцию я пропускаю у меня сейчас задано как нужно следующая опция у нас разбивка смотрите показать дни минуты часы секунды вот смотрите в списке выберем вот такой вариант показывает сразу всего сколько часов как бы плюсуются не показывают не показывает всего сколько часов а если вот этот вариант вообще показывает две тысячи восемьсот шестьдесят три минут осталось ну принципе здесь я не знаю для каких целей нужно я оставляю классический вариант ну и самое главное то что у нас на английском написано дни минуты секунды как раз внизу это правится days это дни переименовываем в этом поле удаляем английское слово ставим дни здесь часы как вы видите я проставил у меня теперь все по-русски минуты дни часы секунды следующая опция скрыть после если я правильно понимаю эту опцию скрыть когда таймер истечет скрыть или его ну если я правильно понял ставим галочку в эту опцию мы закончили и дальше у нас идет ставил заходим вот в эту опцию в принципе можно даже назначить шрифт нашему таймеру наш например не знаю будет ли хорошо смотреться вот таким образом да достаточно симпатично дальше ну соответственно color это цвет нашему таймеру например оставим вот такой размер шрифта дальше line это межстрочное расстояние двигаем тут как нам нужно дальше можно сделать подчеркнутые смотрите ну как обычно все с текстом те же самые элементы это я все дело убираю дальше лейбл это настройка вот этих вот текстовых строчек дни часы минуты секунды конечно же здесь шрифт должен быть один и тот же вот вы видите он сменился дальше цвет в принципе можно оставить пускай будет темный конечно же увеличим потому что слишком мелко так это наверно слишком много вот так вот я сделал чуть поменьше таким вот образом да также межстрочное расстояние но остальные настройки те же самые background вот это интересный момент смотрите у нас уже за как бы там подложка есть вот за цифрами если например взять какой-нибудь цвет вот такой да а бордер колор то есть еще цвет рамочки можно задать сейчас ее не видно посмотрим потом на сайте а значит вот таким образом борду радио смотрите можно делать вот такие скругленные углы вообще не вопрос да так и что здесь есть смотрите вот эти вот там подложки можно сделать их еще немножко прозрачными чтобы например сейчас за ними фон загрузим чтобы было видно что за ними очень интересный эффект давайте вот сейчас на этом моменте мы закончили как раз вкладку ставил принципе тут осталось только margin внешние отступы да и все по сути у нас таймер готов давайте сейф и я сзади подгружу какую-нибудь картиночку чтобы мы могли видеть эффект прозрачности например вот такую вот и будет вообще очень хорошо смотреться давайте посмотрим на сайте обновлю страницу смотрите как смотрится прикольно вот я вожу у нас на фиксированный фон за нашими подложечками да видно элементы нашей вкусной картиночки ну конечно тут дизайн с дизайном нужно поработать потому что цифры плохо видно на этом фоне и так далее сейчас просто вам показываю как это все настраивается вот так вот быстро просто настраивается в gridbox таймер надеюсь урок для вас был полезным если это так ставьте пожалуйста палец вверх подписывайтесь на мой канал если вы этого не сделали чтобы не пропустить новые интересные уроки завтра обязательно будет классный урок по gridbox не пропустить также подписывайтесь на мою группу вконтакте я ее недавно создал ссылочка будет в описании этого видео делитесь этим видео с друзьями всего вам наилучшего и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь